Привет! Сегодня мы с вами будем сажать вот такой красивейший цветочек, как анимоны. Они тоже редкость на наших участках, но у кого нет, советую завести. Потому что все мы любим ромашки, но это гораздо крупнее ромашек. Их цветок где-то 25 см, от 20 до 25 см цветочек. В общем, очень крупные, всегда цветут дружно, если они приживаются у нас. Так, что же у нас здесь? Внутри у нас вот такие вот камушки. Непонятно сейчас, живые они, неживые. Мы это не определим, пока мы их не намочим с вами. Потому что посадочный материал в сжатом, сухом состоянии находится. Что мы с вами делаем? Берем ванночку прозрачную, салфетку бумажную. Впускаем в раствор фунгицида. Это может быть любой препарат, обладающий фунгицидным действием. У меня Максим препарат. Выкладываем нашу салфеточку на дно. Где-то ориентировочно определяем, где у нас может быть верх, где низ. Хотя на данном этапе принципиального значения не имеет. Мы не забудем наше растение. Но желательно определить. Вот здесь вот, наверное, был росток. Видно тому, как срезан все остальное ровненько. Мы ставим или ложим просто на салфеточку. И еще главное. От размера вот этих клубеньков зависит, зацветут ли у нас наши анимоны в первый год жизни или нет. Поэтому надо выбирать все-таки, чтобы были покрупнее сами эти сухие камушки, скажем так. Опять берем салфеточку, опять обмакиваем. Конечно, делайте это в растворе. Возите с этим раствором в перчатках резиновых. Я привыкла так. Как практика показала, растения любят, когда без перчаток. Все, намочили. Больше не наливаем ничего. Этой влаги достаточно. Оставляем часа на два, на три. Там будем смотреть по состоянию до набухания. Прежде чем посадить, нам нужно определить, здоровый клубень вообще, он разбухает, нет, либо он пересушен. Будет он у нас жить или нет. Крышечки, дырочки, либо салфанкой можете сокрыть. Все, ставим для набухания. Прошло у нас два часа. Открываем, убираем еще салфеточку. Вот, наши камешки с вами разбухли. Теперь видно, что это что-то живое и можно его посадить. Именно увеличились в три раза. Теперь насыпаем земли, поливаем фитоспорином. Проливаем земель еще. Тут вот у нас обработалось уже фунгицидом и плюс поливка фитоспорином. Тогда наше растение не заболеет. Еще объясню, почему мы именно так делаем, чтобы набухли наши клубеньки. Потому что если мы зальем, анимоны не могут без воздуха. Если мы просто зальем водой, наши клубеньки задохнутся. Можно уже их не сажать. Все, они просто задыхаются. Поэтому вот разбухать даем именно так, чтобы не загубить наш посадочный материал. Все, разбухли. Мы с вами все-таки должны теперь, уже четко видно, Уже видно на каждой клубеньке, где место среза. Где все-таки был росток, ну и он срезался. Поэтому нам надо посадить вот так, а не вот так. Потому что очень нежные ростки у анимонов, если мы вот так посадим, у нас не пробьются. После того, как мы определили точку роста у нашего клубенька, Мы с вами сажаем. И сажаем в стаканчике, я вот взяла 0,250 мл. Потому что анимоны вообще не любят пересадку. И уже надо посадить так, чтобы потом уже перевалочкой, аккуратненько, скомать земли, Мы уже на участок высадили. Все, такая. По два штуки на такой объем. Все, воткнули. Присыпаем землей, не заглубляем тоже. Будем подспать по мере прорастания наших анимон. Чтобы рассада не болталась, потому что она очень слабенькая, когда всходит. Все засыпали. Пролили. И ставим на солнечное место. И ждем, как будут развиваться у нас, появляться всходы. Я буду выкладывать видео. Если урок был полезен, подписывайтесь, ставьте лайк. Задавайте вопросы, делитесь своим опытом. Пока.